Вечер за бортом плюс 3 градуса Меня спрашивают два вопроса Самых популярных в этой области Первый, это то, что неужели всех будут вакцинировать-чипировать Невзирая, так сказать, на желание и нежелание И второй вопрос, это то, что Что там был второй вопрос? Так, первый вопрос, неужели всех? А второе, это Есть ли возмущение? Вот, по этому поводу Значит, по поводу того, что Неужели всех будут чипировать и вакцинировать? Нет, еще раз Конституция, права человека и все такое прочее Канада, слава богу, это демократическое государство Воспобедившее демократией Которое не на бумаге, а на деле Если человек не хочет принимать вакцину Это его личное дело Несмотря на то, что это будет абсолютно бесплатно Тридо сказал, что все это будет за счет федерального бюджета Никто ни копеечки, ни центика платить не будет Люди в то же время будут принимать сами решения Вакцинироваться им или нет Никто заставлять не будет Никто над душой стоять не будет Другое дело, как я уже говорил в предыдущих видео Могут быть созданы такие условия, что Если ты, допустим, не покажешь какую-то бумажечку, чтобы ты вакцинировался То тогда, соответственно, у тебя могут быть какие-то сложности С тем, чтобы куда-то поехать, где-то находиться, куда-то полететь и прочее Но, еще раз говорю, никто насильно тебя заставлять чипироваться, вакцинироваться не будет Слово чипироваться, как бы это такой, знаете, сарказм Потому что я, честно говоря, в историю с чипированием не верю А теперь, что касается протестов Протесты происходят постоянно Вот сегодня был протест с действием, который закончился разбитым лицом Человек в Монреальском метро принципиально не стал носить маску Ему делали замечания, он принципиально игнорировал все замечания За что другой пассажир ему разбил лицо Вот, есть оно Есть люди, которые протестуют против всяких там закрытий спортивных центров, ресторанов Тоже, сплошь и рядом, постоянно Есть митинги людей, которые собираются, выходят в Атаве, в Монреале, в Виль-Кебек Говорят, что доколе, перестаньте, остановитесь Есть Но, как вы помните, как вы знаете, и по вашим, собственно, странам Есть мнение медиа Есть мнение фарморганизаций Есть мнение международных организаций врачей Которые продолжают давить на то, что это надо Это надо не столько в пользу большинства населения Сколько для того, чтобы спасти стариков Потому что страдают Если мы говорим Берем за 100% всех тех людей, которые болеют и умирают То там 99% из этих 100% это будут люди старше 70 лет Собственно, все мероприятия, направленные на то, чтобы носить маски Делать вакцины и так далее Это, по большому счету, мероприятия в пользу этих пожилых людей Их можно понять, как бы, и им тоже хочется жить И это надо понимать и уважать Значит, теперь, что касается второго вопроса Вопроса по поводу того, что, каким образом, в Канаде берегут природу И насколько возможны вырубки леса, использование природы В пользу какого-то там местечкового барона Князька там и так далее Как это есть в наших странах исхода В Канаде такое невозможно Я миллион раз говорил и повторяю еще раз В Канаде нет коррупции и возможности запотреблять власти На уровне ниже, чем правительство Канады На уровне правительства Канады Возможны договорники всякие разные Что давайте-ка мы продадим такое-то количество леса за границу За денежки там и так далее Будет заключен межправительственный контракт За который придется очень сильно поплатить, попыхтеть Потому что СМИ будут ковырять, как бы, до самого-самого грязного белья И в итоге, скорее всего, даже заставят отказаться от этого контракта Но если мы говорим на уровне князьков, в нашем понимании Маленьких, там, каких-то влиятельных людей на уровне чего-то То это не их уровень Получат по рогам следствие расследования, преследования и прочее И поэтому даже никому в голову не придет Там, пытаться каким-то образом заработать деньги На экологии, на природе, там, и так далее Сбросить куда-то чего-либо Есть специальные агентства Есть специальные агенты Госслужащие на зарплате Да, которые Не подкупны на своем уровне Которые блестяще, превосходно делают свою работу И они никому, никогда не позволят Нарушать те законы, которые касаются Охраны природы И исполнения, не исполнения, точнее Тех норм, которые предписаны по закону Это их работа Я просто знаю людей, которые там работают И, как бы, они рассказывали про внутреннюю кухню У них там все просто комар нос напоточен Поверьте мне, там просто все супер Так что, вот на этой положительной ноте я заканчиваю Всем желаю прекрасных выходных Отдыхайте, наслаждайтесь общением с близкими И прекрасными декабрьскими денечками Всем счастливо и пока